здравствуйте народе говорят что ремонт нельзя закончить его можно лишь приостановить из-за отсутствия финансирования и вот поговорим мы с вами сегодня о ремонте о капитальном финансировать его просят уже сейчас а результаты некоторые смогут увидеть лишь через десятки лет да что же это за штука такая фонд капитального ремонта многоквартирных домов мы помним как 2012 году в жилищный кодекс российской федерации были внесены поправки по которым собственники жилья обязаны копить средства для ремонта своего дома на спецсчете либо перечислять их региональному оператору в общий котел который при отсутствии решения вводится так сказать по умолчанию размер взноса на капремонт по стране разный каждый регион его устанавливает самостоятельно в архангельской области например с 1 января 2016 года размер взноса составляет 6 рублей 66 копеек за один квадратный метр общей площади в месяц таким образом в каждом регионе работает свой региональный оператор который как раз занимается формированием программы капремонта и ее реализации сроки тоже разные в одних регионах приняты краткосрочные программы от одного до трех лет других долгосрочные до 30 лет реализация программы капремонта в архангельской области намечена в пять этапов вплоть до 2043 года при этом у нас как у собственников жилья есть два варианта накопления средств первый аккумулировать их на специальном счете для каждого многоквартирного дома это позволяет оперативно вкладывать деньги в ремонтные работы при этом мы самостоятельно выбираем владельца спецсчета определяем перечень работ а также их исполнителя но тут есть одна проблема наша самоорганизация все решения должны приниматься на общем собрании собственников жилья при этом собрание будет считаться правом мощным при участии двух трети всех собственников второй способ так называемый общий котел он больше удобен жителям возрастных и небольших домов стоящих где-то в первых рядах очереди капитальный ремонт в таком случае должен проводиться за счет общих средств по принципу кассы взаимопомощи кроме того плюсом способа является и тот факт что собственникам не нужно заниматься организации ремонта на сегодняшний день всего 10 процентов домов архангельской области выбрали спецсчет у остальных общий котел по итогам прошлого года в регионе в полном объеме было отремонтировано 117 многоквартирных домов еще в 50 домах работы были выполнены частично в то же время оплата счетов за капремонт оставляет желать лучшего и находится на уровне 65 процентов и тут мы плавно подходим к одному из самых острых вопросов последнего времени платить или нет за капремонт и законно ли вообще эта плата платежи фонд капремонта похоже являются обязательными и пока что все попытки оспорить их законность потерпели неудачу отказ платить за капремонт оборачивается для собственника накоплением долга вместе с пениями в размере 1 300 ставки рефинансирования центрального банка за каждый день просрочки далее должникам применяются стандартные процедуры взыскания предусмотренные законами российской федерации но спор все равно идет группа депутатов обратилась даже в конституционный суд российской федерации с просьбой проверить не противоречит ли норма взносах на капремонт основному закону нашей страны также вызывает вопрос уровень тарифов в различных регионах почему он разный почему жители ингушетии брянской и ленинградской областей платят например по пять с половиной рублей за квадратный метр а жители архангельской области по 666 а в москве вообще 15 рублей но вернемся к конституционному суду российской федерации его первое заседание состоялось уже 3 марта были заслужены мнения всех заинтересованных сторон заседание приняли участие представители президента правительства российской федерации государственной думы а также независимые эксперты далее по регламенту последует серия закрытых совещаний и примерно через месяц суд вынесет свое решение что ж ситуация со взносами на капремонт похоже вышла на финишную прямую и мы уже очень скоро узнаем результаты но при любом решении суда уверен нормы закона должны будут пересмотреть и учесть появившиеся замечания правда участвовать в этом процессе скорее всего будут уже другие депутаты государственной думы избранные в этом сентябре ну а я с вами прощаюсь это был очередной выпуск политкухни до новых встреч